добрый день друзья мои забросил я всякие свои рубрики а вот решил хоть иногда про них вспоминать своем бложике поговорить с прекрасным человеком с которым уже общались и не раз в свое время мы разговаривали с ним про танцы про то что в россии не принято танцевать мужскому населению потому что если танцуешь то явно но это понятно кто да вот а теперь вот сергей его зовут он свою школу танцев закрыл и кстати да сразу с этого и начнем вот я была школа танцев вот поделись опытом на ты же ну это же был фактически твой бизнес да да как она шла и почему почему это риторический вопрос но я имею ввиду сейчас вот в данных условиях как-то ты видишь себя вообще в этом направлении я хочу начать совершенно с другого потому что ну во первых мы должны конечно же сказать что нас пригласили все вот это вот оборудование все это в школе экспресс школа экспресс на звенигородской улице прекрасная школа онлайн образование да я должен это говорить потому что я каждый раз снимаю здесь и ко мне отнеслись а теперь я могу продолжить о своем и говорить о себе а себе говорить я очень люблю когда это так не свойственно людям это так не свойственно вообще мне вот и если про школу танцев конечно начали мы в 2000 не помню девятом году или восьмом году я вообще на танцы пошел вот после своего карате просто подучиться и мы там познакомились с ребятами сделали эту школу танцев и сейчас когда и ребят нет и школы нет уже можно сказать что это был лёша сова лёха надеюсь ты посмотришь этот видос вот может быть когда-нибудь сам расскажешь про то как мы это начинали вот ира пузанова ира пузанова сейчас уехала во францию по моему насколько я знаю потому что она супер танцор в отличие от меня у тебя наверное большие яйца на карате на тренировал да сергей занимался карате долгое время на карате как раз таки наоборот то есть ты учишься как бы как бы смещать смещать бедра чтобы чтобы тебе не прилетело вот и вот в общем все вот это мы делали это было очень долго все это было очень как это душевно трепетно и мы делали для себя зал для того чтобы мы сами могли тренироваться это было вот самая первая мотивация то есть мы с постоянно арендовывали залы где-то там не получалось где-то нас выгоняли где-то что вот а потом мы сделали свой зал и мы начали от расти и люди вокруг нас которые к нам приходили они тоже приходили заниматься сначала как ученики а потом делали свои школы танцев и сейчас есть несколько осталось школ танцев именно связанных вот с нашим направлением они так или иначе когда-то в прошлом с нами были связаны вот сразу тебе задам вопрос потому что это только как раз мы тут на днях обсуждали только уже в моей сфере экскурсионной к вам приходят люди они учатся приходили да они учились и потом они вдруг такие а у меня школа танцев нет это все не так не так как это было что у нас были группы в этих группы приходили взрослые люди но поскольку люди взрослые всегда приходят с каким-то бэкграундом то есть у них это не начин это не ребенок пришел это человек со своим опытом со своими там стремлениями и тому подобное он учится и до какого-то момента он учится в группах ты как тренер ему уже рассказал все а возможно и по десятому разу дальше он начинает ходить на мастер-классы на те же самые на которых ты сам учился сколько-то лет назад к тем же педагогам и он начинает уже знать при определенных условиях то же самое что и ты и получать информацию из тех же источников что и ты а если у человека есть еще опыт какой-то в прошлом есть навыки тренироваться есть какие какие-то данные которые просто вот он ну не реализовал в детстве мама вот тебя допустим не отвела на танцы в детстве ты ходил на балет я ходил на балет я ходил четыре года на танцы да да но что но что-то что-то в тебе так сказать юноша в тебе взбунтовался и ушел а если бы ты остался ты бы возможно сейчас тоже бы танцевал и был бы пидораса то есть ты что хочешь сказать я хочу сказать что нет но сейчас сейчас все-таки меняется тенденция шоу-танцы этому всякие поспособствуют разные вещи абсолютно то есть я имею ввиду не это что там творится на шоу-танцах я не знаю образ образ мужчины который танцует уже потихонечку все-таки перестает быть таким откровенно не пацанский но мы можем об этом чуть-чуть попозже потому что образ мужчины в танцах это такая тоже вещь в себе вернешься к тому что вот хорошо они получили этот опыт и и дальше они говорят вот как вот у нас был саша советелев сани тоже привет передаю он стал чемпионом россии то есть он на определенном этапе ходил когда-то в группу к нам вот сырой пузановой с которой мы вели занятия а потом мы видим что он уже стал чемпионом и мы говорим саня давай ты группу свою сделаешь он говорит давай он проработал у нас там не помню год там или сколько он сказал серёг мы будем просто я хочу свою школу танцев это моя мечта и я вот не знаю мне просто надо грубо говоря а вот сколько мы сказали без проблем и мы вот слава богу друзья и мы переписываемся и с саней обсуждаем а саня закончил военное училище если что а вот и военном училище на самом деле смотря какое военное училище в некоторых военных училищах учат танцевать я не знаю как это у них было но он ходил ходил на занятия вот после этих после занятий к нам там в школу потом потом он значит за защитил диплом там свой какой-то все вот он потом он стал преподавать танцы открыл свою школу танцев и вот это произошло вот таким способом то есть меня что конкретно в этом аспекте интересует потому что это очень распространенная история когда в какую-то профессиональную среду я это наблюдал в журналистике это наблюдал в айти сфере в айти рекламе в диджитал рекламе и вот сейчас просто вполне возможно я тоже буду открывать нам свою школу и делать какое-то агентство и я совершенно точно знаю что я с этим столкнулся то есть тоже будут приходить люди они полу чего-то будет землекопов ну гидов конечно же вот ну не школу курсы курсы то есть школа я не знаю зачем вообще такое нужно школа гидов потому что вот как мы находимся здесь в школе самообучения вот я в общем-то их почему я их понимаю потому что это тоже как бы так должно быть и потом я совершенно точно понимаю что большинство людей подумают а чё это у меня же типа как бы глаза клиентов есть то есть как бы которую они сделают у тебя да когда они сделают у меня пойду-ка я на воле не хлеба я это знаю заранее я примерно понимаю как я это буду прорабатывать ну смысле не то что буду препятствовать и так далее и мне вот крайне интересно что вот у вас это вот так прям очень круто полюбовно происходило и это хороший вопрос на самом деле я понимаю теперь о чем ты говоришь люди безусловно всегда как бы разрастаются бизнес разрастаются те люди которые на тебя как бы будут работать и будут зарабатывать тебе деньги неминуемо будут приобретать какой-то опыт который будет им позволять на каком-то этапе от тебя отпочковаться то есть это лечится либо какими-то специальными договорными отношениями где вы прописываете заранее все это и ты как предприниматель который будет смотреть наперед заранее будешь говорить если вы со мной работаете то тогда мы подписываем договор там на десять лет что когда вы расход мы расходимся вы не начинаете свои деятельности еще два года допустим после этого и так далее так например на делает я знаю косвенные данные сейчас это вот абсолютно я с этими людьми не знаком никак вообще но я слышал что так делается в голодэнс голодэнс это одна из самых популярных премиум старейших но там премиум как бы все то есть там не для простых смертных скажем так там делаются баллы и все такое но преподаватели которые там работают у них достаточно жесткие контрактные условия потому что в это все влито огромные деньги то есть если бы в наше направление в наших тренеров столько бавлели же денег наверное мы бы тоже думали каким образом юридически себя обезопасить потому что туда приходят клиенты которые оставляют там я не знаю много и естественно тебе не нужно чтобы завтра уважаемый человек попрощался с тобой больше не пришел на вот но когда мы это делали мы все были в одинаковых условиях но все были тренеры и естественно никто об этом даже не думал к сожалению и наши пример вот у нас есть и конфликтный пример потому что бы я отказался о конфликтной ситуации были мы разошлись с партнерами с нашими вот у нас было три человека и мы разошлись грубо говоря это был говносрач значит это на самом деле частично убило наш бизнес и сильно нас всех замедлило и приостановило если бы мы этого не сделали если бы мы нашли как бы в себе силы вот на тот 2000 какой-то там тринадцатый или какой-то там год как бы сбавить на тормозах как бы пойти друг другу навстречу то возможно мы были бы сильнее как бы и устойчивее вот но а конфликты самые банальные там кто за что отвечает и кто что должен делать и кто что не делает вот кто главнее тому подобное то есть это вот все это очень банально вот и опять же то есть но опираясь на некий свой опыт в настоящем я бы так не сделал и я допустим даже сейчас пытаюсь искать всегда рычаги как как какого-то решения другого вот но назад к сожалению не отмотаешь но мы после этого дальше жили достаточно долго то есть вот до мы пережили пандемию мы пережили несколько кризисов связанных с обвалом там когда евро скакала у нас аренда была привязана к евро и и мы каждый месяц платили 10 плюс 10 плюс 15 плюс 7 это продолжалось там не помню месяца три потом нас зафиксировали и надо отдать должное что мы где-то год или два по моему года два нам не повышали аренду это действительно тоже правда то есть если я сказал что было плохо тогда то нужно сказать что после этого они действительно ну как бы мне кажется что это было честно то есть они скомпенсировали да они что-то скомпенсировали для себя в тот момент но мы не ушли и они как бы нам сделали вот такую историю но мы пережили дальше к вид и в к вид нам тоже сделали скидку и мы выжили слава богу вот благодаря этому но и благодаря предусмотрительной оплате аренде то есть мы всегда держали запас вперед то есть у нас никак мы никогда не платили деньгами вчера то есть грубо говоря ты все потратил и ждешь когда тебе буду когда к тебе придут будущие деньги чтобы оплатить вчерашний счет то есть мы делали в обратную сторону поэтому мы и там удержались но финалом и апогеем этого всего дела было то когда а значит ставки на аренду по каким-то неожиданным причинам было решено повысить вот и тут мы уже там было слишком много и мы уже не вытянули у тебя мне просто интересно всегда человек который ну вот такое достаточно продолжительное время своей жизни отдал какому-то делу куда он вложил там душу деньги бла-бла-бла и вот оно прекратилось и судя по всему бесповоротно прекратилось но здесь тоже такой момент это вот нужно смотреть на взаимоотношения с коллективами в которых это все происходит мы по факту все очень сильно выросли за этот период просто именно по годам вот и когда мы начинали для нас это было вау так можно типа не ходить на работу а заниматься и зарабатывать деньги типа обучением людей танцевать и можно самим тренироваться постоянно на вот потом это перешло в фазу когда вот я допустим травмировал спину и я еще и до этого я стал заниматься больше йогой я стал тренером по йоге я там не знаю к моменту травмы я уже там шесть лет там или сколько-то йогой ты занимался я все думал а как мне как бы начать как бы вести какую-то то есть что мне делать со школой танцев открывать параллельно школу йоги то есть это как по на это у меня ресурсов не хватало энергии танцующие йоги эти шутки видимо никогда не перестала быть актуальны конечно высокоинтеллектуальный уровень павла перца позволяет любую программу превратить в кал настоящий нет это юмор настоящих мужчин у нас это радио эрмитаж помнишь как там волна спокойствия и комфорта у нас будет юмор настоящий мужчина будет рубрика такая то есть да и мы короче выросли все на самом деле у нас много очень девчонок все родили детей то есть они кто-то продолжает заниматься кто-то не продолжает кто-то ведет занятия кто-то не ведет но там кто-то уехал у нас одна пара ребята уехали в америку например и у нас так получилось что у нас очень много этого произошло и это тоже вот все какие-то локальные вещи они частично связаны с пандемией потому что пандемия помимо того что принесла нам карантин она принесла нам много детей что люди люди решили ну раз есть вот эта пауза знаю раз мы ты дома я дома что нам делать наверное это было так я не знаю то меня ребенок не родился но по всей видимости у нас действительно в танцевальной вот этой тусовки было много ребят кто завели детей ну вот и потом мы после этого карантина сколько то мы еще там продержались и я хочу сказать что мы были в принципе то на подъеме вот но все пришло вот таким резким значит сообщением о том что мы должны платить будем там процентов на 40 45 больше вот и а у нас было большое помещение и опять же если у тебя 20 квадратных метров и ты даже платишь там пускай 40 тысяч там по 2000 за квадрат то есть но хорошо 40 и 80 наверное многовато но если это там 20 и 30 это еще можно там да там как-то 20 и 40 ну можно с этим смириться но там цифру я не буду озвучивать но там было до хера просто ну вот и мы не не просто к сожалению не вывезли вот этой истории мы попытались переехать в другие залы а в других залах найти прям под тебя под твое расписание это не так просто мы что-то нашли людям которые у нас занимались это не понравилось потому что мы когда начинали мы готовы были заниматься где угодно зеркало есть линолеум кэш херово но но можно вот а все привыкли уже все таки к сервису люди за этот абонемент покупают не только обучение они покупают все такие места и чтобы это все было аккуратно нет у нас душа не было как бы ну то есть мы думали там об этом что может быть когда то мы все-таки выйдем на новый этап потому что сейчас требования к залам растут этот душ он уже становится необходимостью люди звонят а душа нет ну блин да наверно как-то не особо ну вот и поэтому потихоньку потихонечку все все единственное вот я должен сказать об одних ребятах это паша и женя на паша не перец к сожалению хотя он занимался балетом всех есть недостатки павел левченко и жени караченцева они были вот я не знаю они были со мной прям до конца то есть это вот говорить о человеческих отношениях то есть сколько преподов нас побросала на тот момент по разным причинам у всех свои причины я не осуждаю никого но вот эти ребята то есть вот если кто-то будет хотеть их к себе в команду взять как преподавателей вот кого надо брать потому что вот но и не знаю они может это просто со мной вот так вот как бы ко мне они так отнеслись в другие с другими людьми не могут но обычно опыт показывает что если человек порядочный то он порядочный везде поэтому вот эти люди были со мной до конца вели группы до самого последнего вот момента как это было вот адекватно и все в принципе на этом мы разошлись закрыли школу я год еще не закрывал ооо свое думая что может быть где-то мы что-то там перейдем куда-то в какие-то другие места перезапустимся но сейчас на это нужно гораздо больше денег чем когда мы начинали всем надо платить это нужно сразу заезжать в какое-то хорошее место это сразу надо обещать людям что они будут нормально зарабатывать потому что им уже там не 18 20 лет это надо чтобы у тебя сразу была реклама эти залы надо сразу наполнять то есть там не знаю 10 групп собрать но в одно в один момент это нереально то есть это нужно очень много денег именно просто в рекламные бюджеты чтобы эта реклама крутилась люди приходили смотрели кто-то оставался кто-то уходил это вот таким вот такой конвейер как бы то есть это не человек пришел и целый год он у тебя занимается люди приходят уходит приходит уходит это танцы для взрослых людей уже которым там не знаю там не интересно может быть в одном месте что-то и может не понравится что-то понравится вот поэтому как это делать сейчас я к сожалению не представляю вот потому что мы делали под себя и мы тогда один у вас был некий пассионарный такой запал были более молодые давай откровенно просто за выжившие состарились но я не каждый смысл мы все там будем ну понятно что когда тебе там 20 чем-то лет у тебя как бы один энергетический потенциал и одни там как бы взгляды стремления там после 30 это все может поменяться вот это ну это павел пересходит там чебурашкой 47 лет понимаешь но это как бы большие исключения с правил потому что обычно у людей все вот прям знаешь по этапам они как бы жут по каким-то ступеням здесь еще другой момент что как это говорят это вот когда на дороге много ям ты глаза закрыл и побежал и с какой-то вероятностью ты пробежал мимо и никуда не упал мы когда начинали это было так и сейчас когда ты оборачиваешься назад то наверное потом опять же здесь еще вот эта вот история стратегия голубых океанов они конечно не но в общем суть заключалась в том что у на нашего направления как такового не было было два препода которые вели хастл или три не помню и один вел постоянно но этот хастл был как бы инвертированный я не знаю как какой пример привести но в общем на в его в его базовых движениях движения начинались с движения назад как а у нас базовые движения начинались со сближения то есть это вот как бы ты двигаешься так или ты двигаешься вот так, то есть в противофазе. И поэтому, когда мы начинали, то есть мы начинали условно с нуля, у нас не было хасла в Питере, то есть его было очень немного, и он был очень локален. А мы были молоды, мы постоянно ездили на соревнованиях, и наша первая пара, которая в школе вот у нас была основным двигателем, это Леша Ира, Леша Саваира Пузанова, то есть они в Москву съездили первые в С-классе, в Москву съездили первые на каком-то кубке, первый Б-класс, первый А-класс, первые финалисты чемпионата России, то есть это постоянный был рост, наши ученики куда-то выезжают, это первые в чем-то, и у нас мы каждый раз писали такие большие портянки, сколько кого у нас, где выступило, и как это было успешно, и это действительно было успешно, при условии того, что в Москве как бы весь, как в Америке вся сила брат, помнишь, как этот самый, вот у нас в Москве вся сила была брат, и мы туда ездили, и удивительно так, что мы и сами что-то могли занять, какие-то места, и часто финальные, призовые, и все в таком духе, и ученики наши, и потом эти же ученики открывали свои школы и тоже, и сами занимали там места, и все, и, ну, короче, был действительно определенный рост, когда ты играющий тренер, вот, как бы когда мы стали, вот я перестал быть играющим тренером, я для учеников своей же школы перестал, в принципе, быть интересен, то есть я для них, я для них фактор раздражения, то есть, да, когда-то танцевал, да, что-то там вел, то есть, но люди, которые новые пришли, они же не знают кто-то, они тебя не видели никогда, и ты собираешь у них деньги, там, вводишь какие-то правила, то есть все это, естественно, не нравится, а кто для них самый ценный? Для них самый ценный преподаватель, потому что преподаватель отдает им силы, энергию, он понимает, что он раньше ничего не умел, а теперь его вот этот вот человек чему-то научил, а туда надо сходить деньги отнести, ну, это очень мерзко, ну, вот, вот, и поэтому, то есть, действительно, психология вот меняется, и также вот, если ты будешь делать школу гидов, там, или что-то... Не-не-не, я не буду делать школу гидов, не важно, но, в общем, даже суть не в том, что для клиента всегда будет ценным тот человек, с которым они контактируют непосредственно, а не там, где они оплачивают счета. Это как, господи, в детстве у тебя есть преподаватель, а есть какая-то там директриса, вот. Ну, да. Ну, да, и, в общем, это такой момент. Так вот, хорошо, а, ну, то есть, с каким ощущением ты, вот, когда ты закрыл там свое, там, ООО и прочее, вот... Часто. Да, ну, вот, такой, знаешь, как ты себя чувствуешь? Вот штору. То есть, такой, знаешь, это не получится у нас о преодолевании трудностей, тря-ля-ля-ля, три рубля. Я долго мучился, не спал ночами. Да, да. Ну, да, это было херово, то есть, вот, я не знаю, как это описывать, действительно, это был нервяк, то есть, сколько-то месяцев до закрытия самого зала, это было месяца три, когда я уже об этом знал, и я там все думал, что я найду, то я не найду, то я перекручусь, то, значит, появились какие-то люди, которые, типа, захотели подписать с нами, там, какой-то контракт на обучение, и, типа, заплатить сразу много денег. Я думаю, ладно, вот, все, вот оно пришло. Потом оказалось, что это фуфло все. Ну вот, то есть, это вот ты постоянно живешь от надежды к падению, от надежды к падению. Потом, когда час х, как это, приближался все больше, ты понимаешь, что на этом, наверное, все. То есть, ты, я сначала вывез какие-то самые ценные вещи на случай конфликтов, потом, значит, у нас был момент, когда я должен был заплатить им за аренду, я такой думаю, ну, я же могу сейчас, например, не заплатить, просто оставить ключи и вещи, и уйти просто. Ну и что? Короче, я думаю, ладно, все, нельзя уходить, когда у тебя за спиной остается, как бы, ворох говна, если так можно говорить. Вот, я заплатил им аренду. Я думал, что, несмотря на то, что мы и так долго вместе, они нам как-то помогут, они послали нас подальше, сказали... Ну, потому что nothing personal, just business. Да-да-да. Ну, вот, ну, собственно, так и получилось. Мы забрали какие-то вещи, что можно было, там, я продал, что нельзя было, я не продал, в общем, что-то я оставил. Там зеркала, там остались вот так вот, зеркал, немеряное количество, но, опять же, то есть, их снимать, они все потрескаются, продать ты их никуда не можешь, то есть, это то, что, как бы, ну, вот, такое оказалось. Очень ценные вещи на входе, но абсолютно бесполезные на выходе. Поэтому нужно всегда думать о путях отступления, как ты будешь оттуда уходить, если у тебя с этим бизнесом связаны вот какие-то вещи, когда ты вкладываешь во что-то там. Полы, то есть, мы залили там бетонную стяжку. Бетонная стяжка, не знаю, там, сколько, ну, дорого, тысяч 200-250 по тем деньгам. Сколько сейчас это может стоить, вообще не представляю. Ну, вот, то есть, все в кратчайшие сроки, быстро-быстро собрали вещи, там, я снял последний ролик, прошелся по этому залу, ну, вот, ну, как бы, мимо этого места проходишь, ну, так, как это, сначала свербило, потом, то есть, ты там проходил 12 лет, там, или 11, не помню, ну, очень много. А потом какой-то период времени ходишь мимо такой, а куда мне деваться, куда мне себя деть? Это было смешно. То есть, ты всегда знал, что у тебя есть какая-то точка в центре, куда ты всегда можешь прийти. А такой ходишь, такая пустота. И как ты это разрулил? Или ты ее не разрулил? А как ты это разрулил? Нет, для себя, для внутренней, я имею в виду. Просто оно, ты просто начинаешь жить другой жизнью, начинаешь ходить в другие места, пытаешься заместить какие-то стандартные процедуры, которые у тебя были раньше, какими-то другими вещами. Я, как познакомился с библиотекой Маяковского, оказалось на фонтанге, оказалось еще потрясающее место. То есть, там тихо, все работают, все, ну, там иногда приходят какие-то странноватые, такие бомжеватые люди за компом посидеть этот самый. Но в большинстве своем там такое, короче, там такая интеллектуальная мекка. Вот. И мне там очень понравилось. Ну, после ремонта. Да, я туда ходил, на самом деле, еще аж, господи, прости, в 90-е года. Потому что я жил на Махалове, было рядом за книжечками, да. Поэтому я видел, какая она была до, я, кстати, какая она стала после, не видел, но слышал. Там очень круто. Там просто красиво, приятно. Вот сидишь, хочешь читай. Все-таки подборка литературы там, как ты понимаешь, слава богу. Хочешь там с ноутами, с телефонами, там, не знаю, там интернет хороший очень. То есть я вот эти наши видосы периодически гружу там, потому что там, не знаю, за час у тебя все забивается. Сейчас, мне кажется, подставил. Почему? Все туда побегут. Нет, не ходите туда. Все, мы подрежем. Отвратительное место. Локация ужасная. То ли дело в Кудрово. Хорошо, ты хотел коснуться трансформации образа мужчины танцев. Да, вот это интересная история, потому что я-то сам же думал тоже изначально. Мы вот, наш первый видос, который мы сделали тогда, он был, по сути, про это. То есть, что я на карате занимался, меня девушка звала, и я такой, как бы, ну, ты за кого меня принимаешь вообще? Ну, то есть, я предлагаю. Я понимаю, что женщины отчасти это манипуляторы. Ты хочешь, как бы, меня что-то сделать такое? Ну, выбери что-нибудь. Ну, сжалься, как бы. Только за что. Я такой сижу и думаю, что вот, как бы, хорошо, хорошо. То есть, когда эта мысль пожила в твоей голове, ты начинаешь искать, как бы, компромиссы с собой. Ты думаешь, хорошо, вот это, если вот это пидорское, то мне... Но танцы, как бы, ладно. Нужно найти, значит, что-то для приличных людей. Как бы, есть же танцы не пидорские. Вот, и я такой думаю, ну, ладно, хорошо, не пидорские танцы, это в первую очередь танцы с женщинами. То есть, женщина, это уже 50% успеха, как бы. Ну, вот, то есть, мало кто, мало кто может назвать тебя пидором, когда ты находишься с женщиной. Ты что-то смеешься? Ну, молчишь, но не подтверждаешь мою мысль. Нет, ну, логично, логично, логично. Нет, ну, просто мне надо для этого поставить себя на место пацанов. Ну, ты с женщиной был когда-нибудь? С женщиной, ну, да, пытался. Пытался танцевать? Танцевать, да, пытался. Ты чувствовал себя в этот момент пидором? Нет, у меня в основном все как-то в горизонтальном положении больше получается. Такие какие-то наборы действий очень однообразные. Ну, вот тебе надо над техникой, над фигурой поработать, как бы, понимаешь? Композицию. Опять же, есть фактор музыкальности, понимаешь, ритмики. Ты должен отыгрывать акценты, понимаешь? Мелодию, акценты. Я тут как раз говорил. И самый важный фактор, это фактор импровизации. Не чего-то неожиданного. Да, да, вот как раз вот недавно такой фактор сыграл, и прямо это было очень круто. Мамчик просто мне очень понравился, как эта техника кунилингуса, и одна говорит, ну, просто вот швы, сварки, посмотрите, как делается. И там вот это как раз... Очень подходит. Понятно. То есть хорошо, ты понял, что женщина, это уже типа половина успеха. Да, да, да. И дальше, как бы, когда я начал ходить на сами занятия по танцам, это что-то около бальных танцев. И вот бальные танцы, как правило, у людей не коррелируют с мужским занятием, потому что там очень много движений бедрами, и как бы все, что связано с движением бедрами, это ни хера не мужская история, как бы, в визуальном восприятии. Но, опять же, там, насколько я понимаю, в среде самих бальных танцоров, там есть разные люди, вот, как бы, как сказать, которые по-разному себя идентифицируют, потому что мы уже можем говорить смело об идентификации себя как личности, потому что это можно, оказывается, сделать там десятками способов. Ну, вот, то есть ты можешь быть, как это в одном сериале было с Гариком Харламовым, этот сериал, я забыл, как он называется. Не Гусар, нет? Нет, не Гусара, а интернет, интернет-сериал, там, где... А, Зона комфорта. Зона комфорта. Я уж не смотрел, но слышал, да. Там, где, короче, он сидит в тюрьме, ему говорят, чтобы ты вышел, тебе здесь очень щепетильно относятся к трансгендерам. Ты должен сказать, что ты трансгендер. Вот, он говорит, а как это я, в смысле я должен, типа, любить мужиков, что ли? Нет, ты трансгендер, но при этом лесбиянка. То есть для меня, по сути, ничего не меняется. Ну, и в итоге он выходит на свободу. Это очень смешной кусок такой. Ну что, Ярослав Сергеевич, это Европа. Здесь давно ушли от бинарной гендерной системы. Спектр гораздо шире, поэтому слушайте. Не уверен, что хочу это слышать. Вы, Ярослав, женщина, запертая в теле мужчины. Поэтому вам нельзя находиться в мужской колонии. Но в женскую вас тоже поместить не могут. А специальных трансгендерных учреждений здесь пока нет. Срок у вас маленький, скандалы им не нужны. И дабы избежать общественного резонанса, с вами не смогут поступить никак иначе, кроме как выпустить нас в свободу. Давай попробуем. Только это, а если они проверять будут? Ну, я хуй знаю, там, не знаю, какие-то картинки с голыми мужиками показывать. Ждал этот вопрос. Внимательно. Самый изюм. Вы, женщина, запертая в теле мужчины, и при этом лесбиянка. То есть, по факту, для меня ничего не меняется. Блять. Грейс, ну ты либо гений, либо конченый псих. А это, хорошая моя, зависит от того, сработает наш план или нет. Так что, хватит, милочка, глазками хлопать. Пишите заявление. Дальше дело за мной. Дальше дело за мной. Ну, нет людей, я ни разу не встречал людей в окружении, которые бы там, ну, сами хотели бы стать геями, или были бы геями, я не знаю. Ну, по крайней мере, все танцевали, короче, с женщинами. Ты видел, как у людей образуются отношения, кто-то с кем-то сходится, расходится. И все это, я подчеркиваю, только между мужчинами и женщинами. То есть, в Америке, в Европе, там, возможно, всякое. Да, там все наоборот. То что, там сразу они только для вида танцуют, а так-то они после танцев сразу. Мужики с мужиками, бабы с бабами. Это же известно. Ну вот, и поэтому это как бы вот такая входная история. А дальше мы переходим именно к самим движениям. То есть, когда ты начинаешь танцевать движения и тренировать какие-то движения, вот чем хуже ты умеешь, тем больше это визуально похоже на пидорство, грубо говоря. То есть, тем более это некрасиво, чем менее правильно ты делаешь движения бедрами или чем бы ты ни был, даже если ты телом делаешь какое-то движение, оно же все связано, все равно у тебя бедра мотаются как-то не так, и это выглядит странно, некрасиво, нелепо и так далее. Потом среди танцоров у них же тоже очень много, как это, люди из разных видов танцев, друг друга все критикуют, все считают это странной херней. И, то есть, вот сальса это хорошо, а там, не знаю, вот наш хастал это плохо, допустим. А у нас, когда смотрят на бачату, самый как бы эротический вид парного танца, все думают, блин, вообще, как это можно делать, потому что это выглядит странно. И между всеми этими людьми происходят какие-то антитенденции, в общем. А сольные танцы, про которые танцы на ТНТ, они действительно как бы продвинули эту идею. Но туда приходят люди, которые, во-первых, все с подготовкой. Я так понимаю, что они проходят там какие-то лютые отборы, по всей видимости. Естественно. Вот. И то, что там люди показывают, пируэты, гибкость, вот это все. То есть, это ты понимаешь, что человек делает это не первый раз. Вот. И там абсолютно разные хореографии, и люди по-разному себя подают. И танец свободный, когда там нет, когда от твоего движения не зависит непосредственное движение другого человека. В чем парные-то танцы? То есть, я делаю какое-то движение, и вот я его сейчас сделал, но это все отразилось на 100% на моей партнерши. Она там как-то от этого пошла и куда-то повернулась. Вот в танцах на ТНТ там люди более свободны. То есть, они свободно делают там любые движения, и все это визуально как бы нам нравится, не нравится, мы это как-то оцениваем. Там передаются какие-то художественные образы, и то, о чем мы, собственно, и говорим, пидорство или не пидорство, то есть, это один из художественных образов. Потому что есть, например, виды танцев, когда люди специально, мужчины специально одевают там какие-то эти самые платформы, каблуки, и они двигаются так, как бы двигалась женщина. Я не помню, там как название, там можно будет посмотреть. Ну, есть, была прекрасная группа украинская, вот эта казаки. Ты видел? Нет, не видел. Ну, посмотри, на самом деле, они так танцуют, именно на шпильках. Это застрелиться и не стать. Ну, этих видов танцев очень много. И как бы, если мы говорим о качестве и сложности движения, исполнения, акцентов, музыкальности, то есть, насколько он соответствует музыке, насколько он ритмичен, насколько он четко все это делает, насколько это все, в принципе, по атмосфере соответствует музыке и движениям, настроение, вот это все, оно как бы, когда складывается, мы видим какое-то, ну, невероятное шоу, которое на нас так или иначе производит впечатление, даже если ты в танцах-то не понимаешь. То есть, все-таки суть этого искусства, она заключается в том, чтобы произвести на человека впечатление, который не знает. Понимаешь? Который не знает. Вот когда стихи читают, допустим, люди, там же, ты же не знаешь трех, какой там ямб, хорей, там еще что-то, сколько там, какой там размер и тому подобное. То есть, идет какая-то эмоциональная подача, ты слышишь слова, тексты, образы, и о, там, да, что-то зацепило. Эту стихи соединили с музыкой, у нас появилась там песня, и это еще и музыка на тебя как-то влияет. И по идее движения, и танцы, они также должны как бы впечатлять зрителей, если это какое-то шоу, которое на это специально нацелено. Ну вот, и там абсолютно разные люди с разной хореографией, поэтому оно по-разному абсолютно воспринимается, и, в частности, что-то мы как бы, когда смотрим, отвергаем и понимаем, не, мужик так не должен делать, потому что там слишком много, он там, не знаю, голый пластичный торс, то есть, это не что-то мужественное. А когда ребята выходят там на ринге по ММА, и это... И не так вот друг друга. Ну, и там они как бы... Там же тоже хореография, то есть, там хореография, только вот она вот такая, движения вот такие, вот он так вот двигается, он там уклоняется, он что-то отрабатывает. Это же тоже, по сути, исполнение механических движений, которые нам транслируют, что перед нами мужчина. А когда мужчина пластичный, и начинает говорить об искусстве, и у него интонации в голосе меняются, и движения рук меняются, он весь такой плавный, то есть, там мы сразу понимаем все об этом человеке, делаем соответствующие выводы. Если... Да, при том, что вот Скоробогатов, Скоробогатов, тенор Мариинки, у меня был выпуск, он говорил, что в Мариинском театре, на самом деле, практически нет представителей сексуальных меньшинств среди танцоров, как это не покажется. Для некоторых странно. Да. Хорошо. Извели всех. Да, но ведь танцы, они же ведь... Тебе все равно, они же, помогают тебе и психоэмоционально, и физически, и т.д. и т.п. Плюс ты постоянно общаешься с женским полом довольно близко, и если у тебя там, допустим, были какие-то комплексы, ты же можешь от них таким образом избавиться. Здесь мы, по-моему, тоже говорили немножко об этом, но здесь такая двоякая вещь. Вот есть всегда на входе есть какие-то представления, которые к этому роду деятельности приклеиваются сами по себе. То есть, что на танцах ты выровняешься. Вот ответственно заявляю, что как бы тебя заставят держать ровно спину. Ну, выровняешься ты или нет, это как бы... Ты станешь ровнее, то есть, если ты сгибался, тебя будут постоянно заставлять как бы быть ровным, и, ну, вот чуть-чуть ты станешь ровнее. Но если посмотреть вглубь проблемы, полезно это для позвоночника или нет, то однозначно не полезно. Потому что ты делаешь очень много движений, которые абсолютно асимметричны. То есть у тебя в схеме ты делаешь тысячи движений, значит, у тебя грудная клетка вышла сюда, таз скрутился в противоположную сторону. Через секунду у тебя грудная клетка смещается в обратную сторону. Еще через 10 секунд ты делаешь какое-то движение рукой, там одно, потом другое, и вот это все меняется, и твой позвоночник, грубо говоря, из нейтрального ровного положения, в котором симметрично расположены мышцы, они должны быть развиты одинаково. Вдоль позвоночника везде скелет твой должен быть ровный. Они развиваются асимметрично. И они, допустим, пока ты тренируешь какую-то поддержку, где она у тебя как-то там подлетает, ты ее ловишь, и ты приходишь только на правую ногу, а она крутится только через один бок. Вы затренировываете там на протяжении скольких-то недель абсолютно асимметричное движение. Это как будто несистов одна часть встает. Да, да. То есть он работает правой рукой, левой рукой он как бы скручивает корпус сюда и бьет слева, опять же, держа ракетку в правой руке, и удар, и все напряжение идет все равно на правую сторону. И они все немножко... У них спина вся вот такая... Я занимался теннисом большим пять лет в детстве. Ну, да, такая... Ну, и в танцах то же самое. Поэтому, когда мы говорим о какой-то композиции, там есть раскрытие так называемое, когда вот я с партнершей держусь за руку, мы разошлись. Там тысяча способов, как сделать это раскрытие. Вот. И у меня они в большинстве своем мужчина справа, женщина слева. То есть у тебя в схеме, не знаю, там пускай будет 10 раскрытий, предположим. И они все вот так. Вот ты их все тренируешь только в эту сторону. Да, я понял. Вот. Вот тебе, пожалуйста, пример. Пироэта у людей, пироэта вот он на правой ноге крутится, на левой ноге хуже крутится. В схему, естественно, люди вставляют только выигрышное движение, что я кручусь, но кручусь только на правой ноге. И поэтому я буду для своей схемы тренировать пироэта на правой ноге, выходить сюда, и я буду делать только это. И поэтому, опять же, то есть это вот, ну, нечто все, то есть весь танец, короче, это набор абсолютно асимметричных движений, которые не компенсируют. Если мы предположим, что мы сделали схему на полторы минуты в одну сторону и в другую потом, и тренируем как бы все симметрично в другую сторону, то тогда, наверное, ну, это перебор, конечно. То есть такого никогда... Что-то ты как-то меня даже... Хорошо, что ты не занимался танцами. Если, допустим, говорить вот о классическом балете, вот люди у станка работают. Вот мы видим балерина стоит у станка, рука, и она делает движение одной ногой, потом у нее поворот, и она второй ногой. Но, опять же, это упражнение у станка. Они затренировали это все, и дальше набор вот этих элементарных, как бы натренированных блоков у них идет на середину. Это как жаргон такой. То есть они выходят на середину, и дальше у них из этого всего строятся, опять же, такие же композиции. И то есть никто же не танцует, лебеди сюда, потом лебеди туда. То есть вот у них движение сюда, отсюда движение куда-то пошло, и, значит, им хореограф накидывает вот эти композиционные перемещения все. И, опять же, то есть балет это тоже, ну, скорее всего, асимметричная такая история, потому что я работал, у меня была знакомая, есть, слава богу, из Маринки. То есть это... Женщина танцует уже, то есть она уже как бы как не молодая балерина, а уже там, не знаю, ну, старшего возраста, в общем, или среднего, не знаю, как правильно сказать. Вот. И мы работали, и как бы мы вот разбирали, что они там делают, и как у них происходит движение. У них вот эти вот округлые руки, то есть вот лопатка в нейтральном положении находится относительно позвоночника, как бы вот так, то есть, а у них движение лопатки расходится, и у них вот выведенные постоянно немножечко в сторону. Поэтому они по улицам так и ходят. У них такая широкая как бы, они лопатки раздвинуты, но это же мышцы, которые эту лопатку должны притягивать, возвращать в исходное положение, они, значит, они этого не делают. Они перенапрягаются, начинают болеть, и находятся в несвойственном для себя положении. И, в общем, короче, проблем как бы именно вот... мы начали говорить о том, что на танцы как бы накладываются какие-то вещи, которые им не свойственны. Если мы говорим про отношения, все говорят пойти на танцы, вот, значит, сблизится пара какая-то, допустим, дома ругаются, но если вы дома ругаетесь из-за чашки кофе, то вы придете на танцах, там он должен тебя вести, он должен делать движение, которое ты должна выполнить, если мы говорим вот как... Я сейчас обращаюсь к женщине, предположим. Вот, и если тебя бесит, что он делает в обычной жизни, то и там тебя будет бесить, но только там еще хуже ситуация, потому что он еще не знает, как это делать правильно, и он учится правильно там ее повернуть, делает это неправильно, и она должна что, терпеть эти унижения? Я что вам, игрушка, кукла? А бывали, да, такие ситуации? Бывали там, что ты меня не ведешь, там вот это вот все. Или наоборот, мужик-деспот как бы, психологически у них модель такая, что он... Делаю все неправильно, но похер, зато весело. Ну вот. И девочка туда-сюда, господи, мама дорогая, то есть что? Ну терплю, то есть все держу в себе, как бы. То есть, и вот ты видишь, буквально тебе там несколько, десять минут, и ты понятно, что там происходит. Но другой есть фактор, положительный, то есть что люди в среду попадают, мужчин и женщин там много, и они понимают, что вот с этой партнершей ему лучше танцуются, чем с другими. И, ну, то есть они могут либо просто любить друг с другом танцевать, а у них могут начаться и отношения какие-то. Что, в общем-то, логично. Да, но потом люди расходятся, то есть вот танцевальная тусовка все-таки за большой вот этот период времени говорит о том, что там люди, да, то есть вот ты танцуешь, и появляется какая-то хихимия в том числе, и люди заводят отношения. Там какое-то время, то есть да, танцевать друг с другом нравится, но в бытовой жизни ты же не знаешь, как человек себя ведет. То есть в быту, в обычной жизни, то есть кто-то с кем-то расходится, что-то пошло не так. Но опять же я говорю, что это как в любой, в любом виде деятельности. Вы находитесь в IT-компании в какой-нибудь, там есть мужчины и женщины, они друг с другом находят общий язык, им нравится говорить о их работе, они делают совместный проект, это их сближает, они сходятся, а потом там дома оказывается какая-то дичь. Вот, они расходятся. Поэтому в этом смысле говорить, что танцы помогают сблизиться, танцы выравнивают. То есть это, ну, все это не до конца правда. Понимаешь? Все это правда с оговорками. Хотел я, так сказать, призывать всех идти на танцы. Да. А ты вот... Но все-таки комплексы, комплексы действительно в этом смысле, в каком-то, в широком, наверное, то есть победить комплексы, это работает. То есть ты не знал, ты не общался, ты не был в среде, ты попал в нее, ты общаешься, ты понимаешь, что женщины ведут себя по-разному. Если у тебя была всего одна женщина в жизни, ты в 18 лет познакомился и женился сразу, да, и больше у тебя никого не было, то, конечно, ты же просто не знаешь, что может... Надо пойти на танцы. Ты должен найти хорошую, возможно. Ты женат, да? Да. Да. Ну, извините, пожалуйста. Жена, по-моему, перца. Я, правда, прошу вас прощения. Вы, значит, очень хорошая женщина, раз смогли такого жеребца, значит, удержать в стойле. Да, да. Так. Вот так. Стоим в стойле. Да. Понятно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот если зафинализировать это все, значит, чем сейчас ты занимаешься? Ну, собственно говоря, благодаря тебе, то есть это мой научный руководитель в YouTube деятельности, значит, это не научный руководитель, а этот, как это называется? Он сейчас пишет диссертацию по YouTube. Да, тот человек, который меня, значит, как это? Кинг-ком под зад, подсунул в нужное место. Да, да, да. Я просил дважды, и удивительно, я даже не ждал, что он согласится. Я говорю, познакомь меня, так сказать, введи меня в курс дела. И вот я, оказался у Дима Юрьевича на канале, вел там безуспешно три года научную тематику. И две параллельные истории прекрасные. Да, да, да. И на каком-то этапе, еще до закрытия школы, мы разошлись, наши пути, значит, разошлись с Дима Юрьевичем, вот. И, ну, мы, слава богу, полюбовно все разошлись, потому что на тот момент я уже понимал, что нужно, уходя, нужно не хлопать дверью, а, значит, чтобы... То, чему я всех учил. А тебе должно остаться нормальное впечатление. На своих работах предыдущих я всех учил, что, ну, шарик круглый, миром тесный, поэтому вы никогда не знаете вообще, что будет через три года, через пять лет. Миллион у меня есть историй про то, как люди вдруг с теми, с кем они разосрались, встречаются совершенно в новых обстоятельствах. И выясняется, что вот не надо было этого делать. Да, да. Вот. И здесь, ну, естественно, то есть там произошли, ну, как бы там, я не знаю, какие-то перетрубации там внутренние, в общем, и я какой-то период времени ничего не снимал. Вот. А потом, когда вот YouTube начал закрываться, вернее, не YouTube, а что там, удалили канал у Демьюрича, я такой думаю, блин, но я понимаю, что то, что мы наснимали там, да, там под какими-то роликами было там 100 тысяч просмотров, предположим, да, это было, ну, ценно. Под какими-то было 20, что для канала очень мало, 20 или 30, то есть это очень мало там для того канала. Ну вот, но тем не менее, мне все-таки хотелось это все сохранить, потому что я-то это все начал как бы совсем с нуля, то есть это вот как на танцы я пошел, вообще не понимая, куда я иду. Точно так же я начал вот эту YouTube-деятельность, и я вообще не понимаю, то есть как это работает, и мне казалось, что, в принципе, оно должно получиться, ну, не знаю, то есть такая интуитивная история. Ну вот, и мы загрузили свои видеоролики во Вконтакте, да, на YouTube, и начинаем с Александром Сергеевичем Черцовым уже в этой вот школе экспресс записывать эти ролики еще раз, грубо говоря. Про что? Мы за... У нас основная была тема какая? Вот даже на канале. Я для начала, то есть там у них шла тема истории, в истории ничего не понимаю, у меня в школе истории как таковой в принципе почти не было там до какого-то класса. Потом та, что была она такая очень номинальная в техническом вузе, аналогичная, что такое истории, что такое технический вуз. Там все еще просто были цари, потом СССР, а сейчас президент. Президент, да, да, да. Этот ролик замечательный. А кто у нас президент? Владимир Владимирович. Вот. И этот самый. Я думаю, ну хорошо, про науку, про науку. Мне интересно про науку, и я как бы с этого и заходил. Я приглашал различных профессоров, ученых, химиков, биологов, в основном физиков. И так получилось, что Черцов Александр Сергеевич это мегапрофессор, у которого отличная как бы подача информации, на мой взгляд, но университетская. То есть это не научно-популярная история, где мы на пальцев там рассказываем, что куда. Это прям академический подход. Это такой, да. И это курс, который нечто среднее между матшколой и университетом. Для университета, для АТОСа это слишком много, а для графа Делефер слишком мало. То есть для универа это как бы простовато, для гуманитарного универа это, наверное, сложновато, для матшколы это тоже сложновато, а для обычной школы совсем сложно, наверное. То есть это нечто среднее. Но мы там используем интегралы производные, то есть математику. Но мы специально года два или три назад сделали некий ролик, который говорит, что вот эти интегралы и производные, это нужно просто вот, ну, как слова незнакомые. Имманентно. Климжуков использует слово имманентно, я забыл еще какое-то слово, то есть ты можешь просто выучить, что есть интеграл, и интеграл обозначает, ну, нечто такое объединяющее, а вот производная или, как это, детерминант, он что-то вот делит на кусочки. Вот и все. То есть мы сделали такой видеоролик, который поясняет, что интеграл это вот площадь под кривой. Если вы там что-то относительно чего-то меряете, то вот когда вам говорят, интегралы рисуют кривую, ну, можете понять, что это площадь под кривой. Вот и все. И как бы мы пытаемся вот эту вот историю как бы двигать так, как она должна. Потому что мы столкнулись с таким интересным эффектом, что под роликами с физикой, которая, ну, казалось бы, это наука точная, да, то есть благодаря физике работает телефон. Ну, вот это сто пудов, я не знаю. То есть если у вас, вот у нас на канал приходят люди, которые начинают говорить, что все неправда, ученые врут, но если говорили, что раньше ученые-историки врут, то сейчас начали врать ученые-физики, понимаете? Вот. И что электрон, не электрон, вода статична, воздух статичен, космоса нету, нас обманывают, вот эта вся ахинея с этими ракетами, которые летают по каким-то баллистическим там траекториям, все вранье. И там, то есть ты когда вот это читаешь, люди... А вообще почему? Потому что земля-то плоская. А они не разделяют, что земля плоская. У них свои теории. И если ты думаешь, что этих теорий там две, их миллион. Нет, да я догадываюсь, но потому что, ну да, это как в истории все то же самое, то есть может быть миллион трактовки событий, а потом выясняется, что и факты-то оказываются уже и не факты и так далее. Ну да, но тут другая история. Вот что меня больше всего поражает, что у нас на базе этой теории работает все. То есть Ньютон научился решать, придумал эти уравнения, придумал дифференциальные исчисления, придумал математику, начали, значит, сначала стрелять из пушек, начали строить дома, эти дома, вот нагрузки рассчитываются с помощью уравнений. Не придумал математику, ты имел в виду другое. Разработал, ну под свою теорию у него разработали. Еще могут докопаться на фразу и скажут, что типа ученые, Ньютон придумал математику, знаешь, Ньютон придумал химию. для своей теории. Как оговорка. Вот у него были идеи, он под эту идею придумал матапарат. И мы пользуемся этим всем. У нас летают самолеты, у нас появились уравнения аэродинамики, гидродинамики, все мы описываем. У нас есть, не знаю, там здание строится, нагрузки мы рассчитываем, чтобы телефон сделать, рассчитываются нагрузки, как эти все маленькие приборчики там будут располагаться. Микроэлектроника дальше шагнула, то есть микроэлектроника это вот некий есть, некая сущность, электрон есть, поделили, значит, по полупроводники, проводники и диэлектрики, сделали зонную теорию такую, где говорят, что вот в проводниках нету запрещенной зоны, и электроны прям от атома оторвались и побежали. Микроэлектронику теорию ты моментально сейчас потерял. Ничего, ничего, они полюбят меня, потому что они будут думать, что они с умным пацаном будут гулять. Подожди, так их что, не выпекают в печах? Нет, нет, и все, то, что мы пользуемся, это же вот результат как бы теорий вот этих вот, и для меня казалось, как это можно опровергнуть, вот то, что ты, вот оно загорелось, как это можно опровергнуть, я не понимаю. Деточка, мы живем даже уже не в эпоху постмодернизма, мы уже живем в эпоху постмодернизма. Очень постмодернизма. Очень постмодернизма, очень постмодернизма. Поэтому, во-первых, а, никому ничего не докажешь, это первый посттва, с которым нужно смириться, б, интернет создал все условия для максимально широкого спектра мнений, даже такого, поэтому, ну, а что ты хочешь? Ну, да, ну, я-то просто знаю, что там они существуют, я просто не говорю об этом, что я тебя не расстраиваюсь, поэтому. Ну, но, видишь, я очень рад, что я, достиг все-таки, достиг света, понимаешь, да? И вот он на нас льется. да, и я готов воспринимать любые теории. Это очень большое достижение. Не существует атомы, и ладно. Это очень большое достижение. Нам общаться, это не помешает никак. Прекрасно. Друзья мои, смотрите, мы расположим ссылки на, соответственно, товарища Сергея вот там. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете смело задавать. Подписывайтесь на его канал, если вас интересует физика. Но у нас же будет не только физика. Да, там будет не только физика. Там будет еще и... Да, ты же уже актер там. Да-да-да, мы с Черцовым, просто Черцов это базис. Черцов это хороший человек, с которым готов много работать. Но мы записываем там. Вот записали с актером у нас несколько интервью, и вот Евгений Шумейко у нас уже записан. Мы будем с биологами. Я был на конференции в ЭТМО, и мы записали интервью вот прям с несколькими биологами. И один даже был у нас медицинский работник, там профессора, значит, он такую тему завернул. Смотри, вот есть спинной мозг у мышей. Они перерезают спинной мозг, и мышь обездвижена, поскольку конечность им не может двигаться, спинной мозг поврежден. Они всякими способами, химическими какими-то, электрическими, каким-то образом воздействуют на спинной мозг, на травмированный участок, и спинной мозг каким-то образом воссоздает новые связи, и мышь начинает двигаться заново. Это бомба вообще просто. Потому что понятно, что очень тяжело делать такое на людях, потому что это должен какой-то появиться, то есть это этический момент. На людях проще другое делать. Не понимаю о чем-то. Но в общем суть в том, что теоретически, если это научная разработка получит финансирование, то, я не знаю, то есть это можно, допустим, восстанавливать травмированных людей, у которых повреждение позвоночника. Вставать, успевать, техновали на кресел. Действительно. Это действительно просто бомба. Короче, мы много чем занимаемся. Естественно, мы будем заниматься и историей, и культурой, и всем, чем можно. Ну что, блогер? Что? Блогер, но такой вот... Танцор, блогер. Блогер, танцор, да. Но мне радует, что ты все-таки ходишь на научной конференции, потому что я хожу туда снимать клип про Низичу Бурашку. Так, поэтому, друзья мои, значит, ссылки все там, комментарии все туда. Ну а мы с вами еще увидимся. Пока. Пока.